Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю поговорить вновь о Эйнстенбургско-Кёнигсбергской операции. И расскажу я вам о подвиге танковой бригады Андрея Иосифовича Сомера. Так, 17 января 1945 года, на четвертый день операции, упомянутой выше, в 89-й танковой бригаде предстояло наступать в Восточной Пруссии. К этому моменту она насчитывала 44 танка Т-34, 20 САУ ИСУ-122 из тяжелого самоходного арт-полка и 1223 человека личного состава. В ходе атаки советские танкисты сбивают заслоны врага и форсируют реку Инстер. Затем, преодолев танковый ров, они устремляются вглубь обороны противника, разгромив по пути вражескую колонну. Бригада двигалась вперед, а позади шлейфом оставалась разбитая техника противника. Далее, преодолев сильное сопротивление врага, который задействовал соединение Люфтваффе, танкисты оседлали железную дорогу Тильзит-Инстенбург, а зенитные расчеты сбили два истребителя Люфтваффе. А далее был взят штурмом важный железнодорожный узел Гросс Кайгерен, ныне Большакова. А ночью колонна вышла к фашистскому блокпосту. Впереди на автомашине был Андрей Иосифович, аруселший немец, прекрасно знавший язык врага. Немцам на посту он представился генералом вермахта, возглавляющим танковую колонну, которая терялась в темноте и противник ее не мог разглядеть. Фамилию Андрей Иосифович, кстати, назвал свою. Да, немцы, пропустив 89-ю танковую бригаду, были разгромлены в коротком бою. Вот такой вот эпизод из биографии Сомера. Далее танкисты по пути, деблокировав оперативную группу, в 5 часов утра 20 января овладели нынешним Большакова, тем самым отрезав тельзийскую группировку немцев. Затем совместное наступление 89-й и 117-й бригад продолжилось. После тяжелого боя с немецкой бронетехникой танковая бригада выбивает врага за реку Прегель, взяв при этом целый мост, от которого зависели темпы нашего наступления. Это позволило отрезать отход инстенбургской группировки врага к Кёнигсбергу, которому танкисты Сомера держали свой путь. 24 января 1945 года 89-я бригада содействовала взятию города Тапиау, ныне Гвардейск, а на следующий день был взят город Катгинен, ныне Пруды. Как итог, за эти успехи бригаде была объявлена благодарность, 5-я за время рейда. А наступление продолжалось, до Кёнигсберга было уже подать рукой. Так, танкисты, встретив мощное сопротивление противника, участвовали в штурме Меттенгена, а затем 29 января ими был взят Зингунд, ныне Чкаловск, район Калининграда. И вышли танкисты на ближние подступы к столице Восточной Пруссии, где враг занял устойчивую оборону. К 31 января 1945 года в строю осталось 26 танков. Из возвратной потери бригады составили 215 человек. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова